отвела ребенка в кружок и решила с вами опять сегодня поговорить развить тему дальше про отношения с мамой потому что у меня мне поступил комментарий интересное там сейчас я вам его озвучу это решила заснять видео не пошла в кафе я хотела сходить в лосось культура бар потому что рядом с этим дом творчества да он детского на летнем но там такая хорошая атмосфера что я просто решила что я не смогу там снимать серьезное слишком видео поэтому я прошла вперед и сюда в сквер а туда я в следующий раз скажу так вот комментарии очень интересные вообще эту тему хотела развить значит написала женщина я так понимаю что она меня знает и маму наверно знает ну да да вот по поводу того что ты вот кого с мамой все равно общайся потому что вот я со своей мамой там что-то не общалась а потом у нее онкология четвертой стадии и вот тогда у меня ёкнуло и тыры пыры и туда-сюда вот это конечно новый уровень манипуляция манипуляция онкологии да раком друзья мои ну это это уже это смешно понимаете да а почему у моей мамы почему не у меня вот давайте представим это же было бы интереснее если бы у меня был рак бишу сразу мамы я могла бы с этом на этом сыграть и сказать вот мама то ты меня изводила бабушка это ты изводила и муж еще абьюзер иногда сейчас кстати хоть очень хорошо с мужем у меня все это вот вы все и поэтому меня рак так бы было веселее согласитесь какой бы был контент друзья мы вот поэтому и как бы так это вот почему в одну сторону да вообще я хочу сказать что друзья мои ну все кому хочется закончить свою жизнь при помощи рака не переживайте мы вас похороним на кладбище место найдется всем вот что я хочу сказать но друзья мои вот это вот а ты общаясь своей мамой а вдруг у нее будет рак а вдруг она умрет и ты будешь жалеть а если я умру кто жалеть тогда будет вот это знаете то это вообще это какой-то нонсенс нонсенс ну а теперь давайте по существу я сейчас буду говорить о своих чувствах не будет никакой обиды никакой обвинения я просто буду говорить о своих чувствах на которые я имею право мы все имеем право чувствовать то что мы чувствуем и наши чувства не нуждаются в рационализации мы не обязаны их как-то подтверждать чем-то да и говорить я чувствую то-то то-то потому что ты там это сделал потому что нет я просто это чувствую так вот я объясню когда я пообщаюсь со своей мамой например по телефону и и вот она мне рассказывает ну например вот у меня такие проблемы мне одиноко я одна там ля-ля-ля я вот прошлое вспоминаю ля-ля-ля у меня там вот зубы ля-ля-ля все испортились ля-ля-ля вот мне ее конечно становится жалко я вам даже помните а вот это вот видео снимала где я плакала что я хочу чтобы у мамы все было хорошо вот после разговора с мамой у меня на душе так плохо у меня такое чувство что вот как будто я виновата что у нее все так плохо я еще раз говорю это мои чувства просто никто меня не обвиняет не никто вот я просто почему-то всегда это чувствую вот поговорю с мамой она мне вот это все что ей плохо я одинокая я явля-ля-ля я ей что-то предложено а у меня времени нет и опять мне плохо это вот у тебя хорошо у тебя муж есть и вот у меня после разговора с мамой такое чувство что но что я как будто виновата и после этого вот я с ней поговорю да и мне звоните не хочется потому что я уже знаю что я это испытаю вновь чувствую какой-то виновности и у меня испортится настроение и после того как у меня испортится настроение я стану проявлять например агрессию к мужу я стал это замечать что-то мне при обнимет а я как-то к нему холодно разумеется в этот день как я с вами поговорю ни о каком сексе даже речи не может идти почему потому что вот это чувство какой-то виновности что от у мамы все плохо как же ты ты не имеешь права даже сексом заняться ну как же испытать удовольствие со своим мужем потому что у тебя даже ничего не получится вот я вам описываю просто свои чувства понимать друзья мои у нас же канал мой посвящен до самоанализу и очень важно понимать свои чувства и принимать их признавать вот секса никакого не получается и я начинаю ощущать что как будто у меня какая-то к мужу начинается агрессия и как будто бы даже эта агрессия направлена на меня саму что как тебе не стыдно вот у тебя муж есть у тебя секс есть это я сама себе как бы говорю да и у тебя вообще все есть а вот твоя мама несчастная такая несчастная одинокая понимаете я на как будто начинаю искусственно сама себе создавать тоску грусть чтобы разделить с мамой и и боль и я это стала замечать и после этого я себе сказал я не хочу общаться с мамой ну а какой еще выход у меня я не знаю потому что после общения с мамой я чувствую это я не знаю почему я это чувствую опять-таки можно рационали я не знаю откуда я знаю но я это чувствую я имею право на те чувства которые я испытываю и не надо меня обвинять в моих чувствах я вот это чувствую я могу конечно только фантазировать да почему вот с чем это может быть связано и вот какая-то вот такая мне в голову мысль пришла я когда с первым мужем разводилась семеном и он вот когда он не изменил и он помогает тебя не люблю и он не такую вещь сказал он сказал тебя никто не любит тебя даже твоя мать не любит и у меня дать как говорит моя бабушка серпом по яйцам как серпом по яйца и я говорю ему но я ему так не сказала но внутри у меня вот это ответ сформировался нет меня моя мама любит и когда я ну как бы сказать пришла домой да в нашу квартиру мама меня встретила с какой-то такой добротой и нежностью с таким сочувствием с такой заботы что я даже подумала что вот ее вот такой истеричный нрав он класс она из и как изменилась вот я даже ее не узнала я думала что ну вот как то у меня даже все все воспоминания с детства о скандалах они как тут померкли но потом когда я начала жить с мамой да и уже начала встречаться со своим мужем вторым я начала понимать что нет это было как как бы вот такой самообман может быть временное и и такое вот отношение она все равно начала вот этот вот скандалы какие-то вот меня я дома вообще не появлялась я поняла что мне дома как бы сказать надо как можно меньше появляться вот по поводу там того что мама и мама заботиться о бездомных животных это не от одиночества когда она начала этим заниматься у нее был мужчина и все было замечательно это не от одиночества это отдельная тема вот и как бы сказать и вот мне такой вопрос внутри да вот как сказать что вот какой ну не вопрос а водка мысль такая была как кожи ты семён скотина вот как так можно с твоей жене а еще тогда нынешней сказать тебя даже мама твоя не любит а вот сейчас у меня как-то эти слова всплыли и я подумала может быть семён был в чем-то прав но в каком в плане конечно мама меня любит каждая мама любит к своего ребенка так как она умеет так как она может это не стоит отрицать и говорить мама ты меня не любишь это мы все мы все мамы мы все любим своих детей так как мы это умеем правильно правильно вот но 7 скорее всего он же это сказал не просто так возможно в его словах была какая-то частичка правды для него его правда может быть он видео какие у меня взаимоотношения с матерью и сравнивая со своей матерью он сделал такую вот что здесь что-то не вот нету и вот у меня такая мысля как бы сказать меня посетила я стала анализировать думать вот почему мне такое чувство виновности в том что например было с моей мамой вот вот она не за это горит мне плохо а у меня внутри сразу такая виновность я виновата что ей плохо а даже не еще и говорит что ты мне звонишь он то есть уже какая-то манипуляция идет да и вот и все у меня начинается самообвинение потом у меня также было с отцом я начала анализировать послушаю тебя же также было с твоим отцом ты на ней на себя сложила груза один ответственности вины за то что он пил вот это надо себя было обвинить причем не тогда когда он умер я обвинила себя в том что он пьет еще когда с семеном жила он тогда только начинал они там развились мамы да и одну бабушке переехал к своей матери и он потихонечку начал скатываться по наклонной это длилось семь восемь лет то есть это не быстро случилось то есть я даже за своего отца переложила на себя вину и ответственность то что вот понимаете я начала дальше анализирует думаю оля здесь должна быть какая-то травма какая-то в основе должна лежать травма потому что посмотри все повторяется то есть у тебя реально какая-то внутри вот это вот живет какое-то чувство вины которая вот подпитывается извне поведением окружающим я стала размышлять о том что моя мама родила меня в 19 лет ну точно зачала она меня фактически даже еще 18 папа был на 5 лет старше поженились они уже я была в животе может ли быть такое что моя мама забеременела не желая этого ну скорее всего так и было если вспомнить это был 89 год ну как бы сказать да вот это вот еще советский союз как бы еще уже развалился но еще не развалился да вроде секса в ссср не было но он был и все это было как-то втихомолочку да и наверное предохраняться многие не умели и вот может ли быть такое что я была не запланированным ребенком да я что не значит может я я большей степени уверена что это было это было не запланировано это была случайная беременность да и как любая случайная беременность все равно так или иначе она провоцирует о будущих родителей мысли а надо нам ли это понимаете надо на или нам вот это вот да и я так думаю что может ли такое быть что возможно у моей матери что самое интересное что ведь какая история то мои родители поженились и через неделю после свадьбы погиб отец моей матери который не знал что моя мать в животе меня уже носят во время свадьбы но догадывался понимаете там я не знаю что у них в семье происходило понимаете там невроз на неврозе у нас россии все так невроз на неврозе у нас нет здоровых семей и у меня также такая ситуация невроз невроз один сплошной невроз везде повсюду может ли быть такое что были какие-то скандалы на почве залета моей мамы какие-то мысли что надо за жениться то есть могли быть какие-то вот такие утра спри и могло ли это отразиться уже на мне когда я находилась в животе могло ли это отразиться могло почему нет говорят же что все влияет да и вот это вы знаете как как ощущение себя себя вот я ну я это предполагаю я ж не знаю по-настоящему опять-таки ведь я фантазирую а я ощущаю возможность себя к виноватой в том что я испортила жизнь моим родителям что я как бы была нежеланным ребенком и вот они жили и мучились от меня почему такое вот впечатление от жизни моих родителей в их браке ну это мои чувства это мои представления более более скажу что когда мне было наверно лет 10-12 я очень хотела чтобы мои родители развелись у меня было такое вот как ну я вот на них смотрела и мне было ощущение что они мучаются а мучиться они потому что я я у них получилось и им пришлось жениться их может быть даже родители принудили я не знаю я не знаю как что понимать я фантазирую то есть и вот у меня какое-то вот такое возможно живет внутри меня чувство виновности виновности знаете отец матерью развелся когда я из гнезда выпорхнула то же это вот ощущение пустого гнезда и все его жизнь пошла по наклону он спился потому что молодость пропущена как свою жизнь я я представляю что это могло быть так у него голове жизнь упущена ради чего жил непонятно жил по шаблону а чё хочу так и не знаю и вот тебе почти полтос и все рухнуло а что я хочу я так и не понял чего я хочу я просто жил как по шаблону как все да ну согласитесь 19 лет родить ребенка сама женщина еще и девушка ребенок что ну что можно требовать я никого не обвиняю я еще раз говорю мне даже у меня вот в этом плане нет обвинения к моим родителям что они виноваты проблема в том что я чувствую виновность на себе вы знаете если бы например моя мама мне сказала там ну просто взяла бы сказал ты знаешь да вот было такое что вот я забеременела и я не хотела тебя рожать я восприняла это как ну вот проблему и вы знаете я уж я бы вот тесто я бы даже обрадовалась вот вот сейчас вот представьте если вам родитель сказал бы что вы нежеланный ребенок залетный да например грубо говоря вот наверно расстроились да а я бы обрадовалась потому что у меня бы тогда вы знаете моей башке бы немножко пазл сложился я бы не расстроилась огурый честно у меня никакой нет обиды ничего там ни на кого но я просто пытаюсь понять себя я пытаюсь понять почему меня внутри такие чувства не надо в себе разобраться Я в себе хочу разобраться. Хочу понять, что со мной происходит. И вот помню видео недавно про то, что я листовочки хожу, клею, ля-ля-ля, что я сама себя унижаю, хотя могла бы этого не делать. И кто-то написал очень хороший комментарий, который мне откликнулся, что а дело-то не в листовках. Абсолютно правильно. Тут вообще дело не в листовках, не в хореографии вообще. Да у меня есть ученики, там не всё плохо. Но мне почему-то это чувство самоуничижения, оно мне почему-то так приятно. Понимаете, да? Ещё один очень милый случай. Мне его рассказывала бабушка моя Люба, это мать моей матери. Когда мама меня родила, они пришли в роддом к ней. Ну и там не пускали, но они просто пришли, чтобы узнать, что как всё хорошо, ждали, пока она там рожает. Я не знаю, в общем, я пересказываю, как я помню. Пришла Люба, бабушка по маминой линии, отец мой, и вот бабушка по папиной линии. И, в общем, у матери были не совсем простые роды. Ну, как и вот у меня, у меня тоже были не совсем простые. И меня, может быть, чем-то тянули, может, каким-то щипцам, я не знаю, что там было. И, в общем, врач что-то ляпнул во время родов, когда родила, что-то ляпнул. Ну, вот мне тоже же сказали, пока всё хорошо, дальше будем смотреть. Ну, понятно, врачи, они такие, они такие бестактные. А в родовой, я так понимаю, что были практикантки или кто. И эти практикантки вышли потом, куда там спустились. И вот мои-то спросили, типа, вот как вот такая-то родила. И практикантки что-то ляпнули, что там, ой, там какой-то ужас, там что-то там такое. И, в общем, моя бабушка по папе на линии и говорит, Боря, это мне моя бабушка другая рассказывала. Ну, опять-таки, вот знаете, тоже бабушка другая, тоже немножко с дуростью рассказывает это ребёнку, да. Но меня это не обижало никогда. Мне просто было даже интересно и весело. Думаю, как вот люди реагируют, да, в таких ситуациях. И вот бабушка говорит сыну моему отцу, Боря, Боря, пошли. Боря, не нужен такой ребёнок, что какой-то там ребёнок родился, там какой-то, наверное, ненормальный. Ну, я с вами словами уже, что какой-то, наверное, ненормальный. Такой ребёнок не нужен. Боря, пошли отсюда. И вот мне бабушка Люба говорила, говорит, вот, говорит, когда ты родилась, вот что-то там ляпнули. И вот она, говорит, как отреагировала, что, ну, а, говорит, сейчас, говорит, тебя любят, сейчас любят. Говорит, моя внучка гордится, что там она там ля-ля-ля. вот но меня эта история никогда не обижала потому что ну я я свою бабушку прекрасно знаю я и мать свою прекрасно знаю у меня нет иллюзий по поводу своих родственников вообще абсолютно иллюзий никаких нет я как бы сказать я их принимаю какими они есть но это не значит что я обязана с ними общаться прям вообще вот им угождать это не значит вы принять я принимаю и такие люди да вот значит и как бы сказать я не чувствовала никакой вот тогда даже ребенком там типа что обиды но потом-то врач вышел сказал что все нормально почему там паникуете роды у всех разные бывают а против практикантка может быть влетела знаете за то что ляпают еще чего не по попадя да вот и и что я хочу сказать что я понимаю что я даже маленькой понимала что люди могут в порыве какие какого-то стресса говорить какие-то вещи да и я это прекрасно понимал то есть я у меня не было такого что знаете обиды на бабушку тогда в детстве до что там вот она так сказала я это как-то воспринимала да ну что ну бывает да всякое бывает в жизни бывает всякое и что ну да ну весело даже весело было как так вот в общем ну вот такая ситуация да вот ведь как я вам сегодня какой анализ провела интересные согласитесь вы можете это немножечко на свою жизнь примере да но у меня это есть я еще говорю меня во мне живет чувство виновности за жизнь моих родителей у меня ощущение что если бы не я они бы не поженились и жизнь у них сложилось лучше бы потому что как я считаю то как они жили они мучились они реально мучились вот у меня мама как-то звонил и говорила вот если бы мы не развелись ну все было бы хорошо а чё хорошего было у меня как-то никаких хороших воспоминаний вот о жизни моих родителей ну как бы особо нет может быть у них там что-то и было хорошее лично у них но то что видела я это было как-то ну это было как-то очень нервно и одни скандалы я запомнила лишь одни скандалы ну вот в плане того что даже вот отец он не пил да отец могут бывает приходит с работы да может там где-то с мужиками кружку пива выпили да но моя мать каждый раз принюхивалась вот он он заходит в квартиру она начинает его уже обнюхивать его а наш рот открывает она нюхает пахнет от него алкоголем нет если пахнет то скандал скандал такой на весь дом ор и вот у меня уже и у меня и у моей бабушки любы и у моей прабабушки бабы сани я вот уже это чувствую понимала что у нас общий страх вот как пять часов вечера нам уже страшно какой придет боря с работы не выпьет ли просто если у час придет по датой мать устроить скандал и вот я вот это вспомню прекрасно я смотрю стою как он идет домой издалека а я уже даже по походке могу понять выпил он хотя бы чуть-чуть вот хотя бы граммулечку или нет и я уже смотреть думаю господи вот сейчас 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 вот появится я уже увижу пойму будет сейчас скандалом нет ну вы считаете что это нормально жизнь вот я считаю что это совершенно некомфортная эмоциональная обстановка когда ребенок каждый день думает вот вот сейчас если папа придет хотя бы от него будет чем-то пахнуть да будь скандал и так каждый вечер но это это не было каждый вечер вы понимаете он не приходил каждый вечер там выпивший не знаю там пиво или рюмочку там водки с мужиками после работы да да мужской коллектив это не было каждый день но страх то был каждый день нет безусловно были какие-то приятные моменты но вот в голове в большей степени остались воспоминания о скандалах а скандалах понимаете вот это вот какая-то нервотрепка одна сплошная нервотрепка и у меня такое вот сложилось просто мнение что мои родители живя в браке мучились а мучились они потому что моя мама забеременела но я говорю точно раз фантазию может быть это не так это не может быть совсем что она не так моей голове происходит а как бы сказать а поженились они потому что я я у них там в животе как говорится получилось да а вот если бы не получилось может у них и жить другая была может быть и отец бы не спился может он бы сейчас до сих пор был жив и все у него было бы хорошо понимаете это чувство виновности она проходит через всю мою жизнь и когда я слышу и общаюсь со своей мамой когда я общаюсь со своей бабушкой детские воспоминания страхи тревоги всплывают во мне я чувствую вновь себя ребенком да они не относятся ко мне как взрослые личности они меня не уважают они обесценивают мои чувства и я впадаю с ними состояние ребенка и мне постоянно приходится в общении с ними отстаивать мои личные границы я это делать устала и я просто предпочитаю ограничить по максимуму с ними общение другого выхода я не вижу вот видите как я вам сейчас все очень грамотно разложила я думаю что мне поступит очень много хороших комментариев с похвалой за то какая я умная и как грамотная расчас могу разбираться вот этой всей семейной психологии это друзья мои три года личностного роста я бы три года назад ну когда я начала ловести канала я бы ни за что не смогла бы во первых так на камеру говорить я о своих чувствах это во первых а во вторых я бы даже свои чувства и свои ощущения понять бы не смогла бы да а сейчас я вот о своих чувствах говорю вот так открыто прямо могу выразить все что у меня вот дребезжит вот здесь и так знаете вот это чувство да когда вот вроде что-то вроде все нормально но что-то вот тут дергается дергается и ты не понимаешь это такое что-то такое какой-то дискомфорт дергается могу легко это все отслеживать так что зайки мои обращайтесь обращайтесь